Ничто, кроме литературы, дневников, воспоминаний, это сделать абсолютно и ни при каких условиях не способны. Никакие документы, никакие истории, никакие архивы, все это везде. Значит, или не остается вообще, или теряется, исчезает, и восстановить этого нет никакой возможности. Ну, сам я, конечно, ничего не ощущаю, ты просто сидишь и работаешь много лет подряд. Ну, и сегодня, и вчера, ну, для меня это, безусловно, такая вполне цельная, законченная и завершенная, внутри себя согласованная культура. Это вне зависимости от того, нравится тебе что-то или не нравится, согласен ты с чем-то или не согласен. С моей точки зрения, ни во имя каких идей и целей нельзя нарушать общечеловеческих принципов морали, нравственности и прочего. Никогда и ни под каким предлогом. Я бы сказал, что все. В разное время, разное, я очень люблю русскую классику, а если говорить о 20 веке, безусловно, Андрей Платонов, самый важный для меня писатель. Ну, Челенгуру, Петлован, ну и Джан. Дело в том, что в переводе, переводчик, одна из главных проблем, с которым он сталкивается, это, с одной стороны, необходимо давать кучу самых разных, и разнородных, и разнообразных комментариев, чтобы вообще было понятно. А с другой стороны, эти комментарии ломают и рвут музыку текста, и вообще, значит, проходят по ней катком. Ну, вот, наверное, значит, везде ищется какой-то, значит, компромисс в том или ином виде, и вопросы связаны как раз вот с этим компромиссом.